МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, опасность такая есть. Силы эти действуют на протяжении достаточно длительного периода времени, но они всегда находились в таком спящем режиме и не представляли серьезной опасности. Но сегодня в связи с тем положением, в котором оказалось все наше государство, с положением в мире, с положением вокруг наших границ, эти силы активизируются. Я так полагаю, что финансирование этих сил точно так же извне нашего государства активизируется. И в связи с тем, что возможны волнения в целом, на фоне сложной макроэкономической обстановки в стране, они начинают представлять все большую и большую опасность. Вообще об этом говорил я постоянно и встречаясь с представителями президента об опасности сепаратистских явлений на границах России, Российской Федерации. То, что в Карелии он есть, скрывать, как бы глупо это, потому что социологические исследования, особенно, вот так, пятилетней давности показывали, что такое явление в нашем обществе существует, независимо от национальности. Приграничные территории всегда особенные сами по себе, особенно, когда они общаются с соседними странами. А то, что они сегодня есть, ну и скажу так, на сепаратизме многие паразитируют, это выгодный бизнес, так скажем, гранты, да и просто тебя заметят. Так же трудно найти себе нишу политическую. А сепаратизм, он очень быстро открывает некоторые двери. И наши националисты такие же враги нашего народа, как и все остальные. Ну вот видите, депутаты из другой партии, но солидарно с вами вот рассуждают на эту тему. А мне интересно знать, Сергей Сергеевич, а что вот послужило информационным поводом, какие действия, то есть от чего вы оттолкнулись? А вы можете как-то конкретизировать эти силы? Конкретизировать эти силы возможно, но информационным поводом нужно сказать, что стали события, происходившие за пределами республики Карелия. Ведь мы буквально недавно в прессе столкнулись с такой очень серьезной активизацией псевдо, я подчеркиваю слово псевдо, псевдо-либерального движения, с очень возмутительными заявлениями. В частности, господин Немцов в одном из своих интервью начал рассуждать на тему того, что к власти в России можно прийти только через революцию. И стал рассуждать о том, что, к сожалению, уровень жизни в Российской Федерации снижается недостаточно быстро, и поэтому пока что нет предпосылок для революции, нет критической массы. И как раз говорил о том, что два основных фактора, которые могли бы способствовать созданию такой критической массы, это конфликты на национальной почве и все же резкое снижение уровня жизни. Что касается резкого снижения уровня жизни, то у нас именно этот процесс на сегодняшний день не будет происходить под давлением санкций. И, к сожалению, Россия не может одна сражаться в одиночку и даже со своими партнерами против всего остального мира. Что касается национальных конфликтов, мы тоже видим на сегодняшний день у нас активизацию. Что касается государственных языков, тема, которая в другое время могла бы обсуждаться, но на сегодняшний день она абсолютно однозначно вредна. По каким причинам? Во-первых, у нас в целом с поддержкой и финского, и карельского, и вебских языков все достаточно неплохо. У нас издаются периодические издания, на это тратятся деньги из бюджета, достаточно крупные суммы. Я знаю, что главными получателями всех этих журналов, так или иначе, все равно являются библиотеки, какие-то государственные учреждения, желающих даже по сниженным за счет дотации от государства ценам подписываться на них и читать не так много. Многое из этой продукции потом пылится на складах. У нас есть в университетах места для студентов, желающих изучать эти языки, в дальнейшем преподавать. Опять-таки, набор каждый год не вызывает ажиотажа, то есть количество желающих учиться на этих местах, тоже меньше количества созданных мест. И все в общем и целом неплохо. То есть, например, в соседней Финляндии, где жителей, которые себя считают карелами, гораздо больше, порядка 400 тысяч по различным оценкам, а у нас максимум может быть 30 тысяч. И это, наверное, включая и вепсов, и финнов, и карелов. Поддержка значительно меньше. Что касается финского языка, то у нас здесь вообще непонятно, для чего это делается. В связи с тем, что издания на финском языке вот у нас доступны, из Финляндии, зачем нам печатать здесь свои, какая в этом проблема. У нас национального населения где-то, может быть, тысяч 20-25, то есть 8% от общего числа. 40 тысяч будем брать проще. Чуть больше 40 тысяч. Нет этой цифры уже. 525, ну я просто по взрослому населению, даже 58-40. Это элементарно. Я думаю, что есть около 40-50 тысяч карел. Ну хорошо, половина древлянки, да? Да. То есть это... Ну древлянка, так скажем. То есть это вот... Компактно, если поселить, это древлянка. То есть это, ну скажем, недостаточно для того, чтобы это население вдруг себя почувствовало? Конечно. Мало того, для того, чтобы это почувствовать, мы должны проживать компактно, во-первых. То есть наделать территорию, говорить, общаться друг с другом. Ну то есть, понимаете, это сложное явление. Ведь мы говорим о языке и наречиях. Это у нас был нормальный советский термин. Язык и наречия. У нас было более 200 языков и наречий в Советском Союзе. И сегодня, когда мы говорим о... И это же старый вопрос. Когда развалился Советский Союз у нас, мы обсуждали эту проблему здесь, в Карелии. Мы приглашали представителей карельского народа, так скажем. Это очень уважаемые люди здесь. Они выступали с этой лекцией. Я с ними спорил, что невозможно привить язык без компактного проживания, без хозяйственной деятельности, без всего, что связывает именно человека с его корнями, с языком. Ну вот, можно бесконечно опечатать книги. И даже можно церковь открыть, но ходить в нее никто не будет, если нет населения. Вот вопрос-то в чем. Поэтому то, что делается сегодня в республике, журналы... Финский театр. Да не только театр. Финский театр, финские газеты. То есть на телевидении можно всегда постоянно слышать речь нашу. Вот ваши отношения к этим тратам бюджета? Ну, они необходимы хотя бы потому, что я вообще считаю, что любой язык, который существует, у нас надо хотя бы его сохранить на том уровне, который есть. Который сохранился до сегодняшнего дня. То есть вы поддерживаете эти траты бюджета? Конечно. Я даже никогда... У меня рука не поднимется взять это и скостить. Хотя я понимаю, что многие на этом просто паразитируют интеллигенцию. Всегда у нас очень интересная прослойка, как у нас называют. И могу сказать, ну что делать? Надо... Никто же другой, кроме интеллигенции своей, местной, и русской, допустим, не будет сохранять ту культуру, которая сложилась на этой территории. Сергей Сергеевич, правильно ли я понимаю, что вот сегодня после референдума в Крыме создан своеобразный прецедент, по которому, ну, например, теоретически можно провести референдум в Карелии вот с тем же содержанием, только наоборот, по отсоединению там республики и состава России. И поэтому этот вопрос волнует общественность. Теоретически можно провести все, что угодно. Более того, например, лидер партии Яблоко предлагает провести уже очередной референдум в Крыму. Не в Крыму, а в России по Крыму. Да, да. Ну, если я не ошибаюсь, как раз не в России по Крыму, а непосредственно на территории Крыма. Ну, можем ошибаться в формулировках, но тем не менее, как раз на предмет того, что не оценить ли его, значит, обратно от России. Ну, конечно, возмутительна сама эта ситуация, но сейчас мы ее не будем трогать. Что касается возможного референдума в Карелии. Ведь, мне кажется, тема понимается немножечко неверно и искаженно вот в ходе нашего разговора. Нет никакой проблемы и сепаратистских настроений среди населения. Мы говорим о том, что в обязательном порядке нужно поддерживать. У нас есть соответствующие законы, есть федеральная политика, и карельский язык, и вепский, и, возможно, даже финский. Но речь идет о том, что есть определенные силы, которые, навязывая дискуссию у нас в обществе, пытаются разжечь это пламя. А это очень взрывоопасно. Потому что, ну, например, последний раз крайне подымался вопрос о дополнительных государственных языках, если я не ошибаюсь, два года назад или полтора, вот примерно вот так вот. Ну да, ну, чтобы было понятно от телезрителей, у нас в Конституции один государственный язык, в Конституции Карелии. Это русский язык. Ну, собственно, вот об этом речь и шла, о том, что возможны изменения, в том числе и Конституции при определенных условиях. Так вот, в зале парламента доходило практически до драк. Ну, во всяком случае, некоторые депутаты ругались матом, обсуждая эту тему, при том, что они, предположим, защищали введение дополнительного карельского языка, хотя сами на нем не разговаривали. Это очень опасная тема, которая может поджечь общество. Ее в обязательном порядке нужно на сегодняшний день избегать. А сейчас идет сбор подписей и так далее, и так далее, и так далее. И активизация эта на фоне возможного резкого падения уровня жизни очень и очень опасна, потому что мы понимаем, что любые столкновения, любая попытка переворота, там, любая революция всегда заканчивается гражданской войной и жертвами среди населения. Сейчас не та ситуация, когда можно раскачивать подобные взрывоопасные темы. Сергей Сергеевич, ну вообще ведь практика у нашей республики такая, что на протяжении, вот мы в 20-м году будем 100-летие истории нашей республики праздновать, на протяжении этой истории не раз был исход Карел, или потом их возвращение после Великой Отечественной войны. И там отправляли в Сибирь, потом Куприянов возвращал из Сибири в Карелию, а до этого Гюлинг из Канады, Америки, сюда финнов призывал. То есть миграция населения была неоднократна на нашей территории. Последнее, надо ее назвать, это президент Финляндии Койвиста в 92-м году предложил ингермаланцам выехать, и очень много толковых, умных людей покинули Россию, а в частности Карелию. Вот тот же финский театр мы упоминаем, весь цвет этого театра выехал и работает сегодня на территории Финляндии. То есть действительно такие процессы идут, но вот они идут совсем не революционно, а путем приглашений, путем права людей, которые уезжают. То есть на самом деле так, чтобы это выливалось при вот этих меньше 10% населения, чтобы вдруг была создана взрывоопасная ситуация, меня немножко это удивляет. Удивляет. Давайте услышим снова Меркушева и будем беседовать дальше. Второй ваш тезис по поводу Явлинского. Вот как коммунисты смотрят на этого политика. Давайте послушаем. А что ожидать было от Явлинского вообще по идее? За Явлинским тянется след, никем не опровергнутый и, в общем-то, неподтвержденный, потому что так получилось в нашей истории, что никто не расследовал причины гибели Советского Союза. А ведь Явлинский арестовал Пуга с женой. Насколько я помню, об этом писали все средства массовой информации того времени. Два человека, которые погибли. Ну, плюс еще один человек. Так что такое Явлинский, ну, для меня 500 дней достаточно, чтобы понять сущность этого человека. Поверхностный достаточно в своих суждениях, поэтому он и на политическом небосконе России, в общем-то, и не задержался. Ну, перешел он, реально вот было время, что мы знаем сегодня о Явлинском, в реальности. Вот я, допустим, ничего не знаю. Ну, знаешь, он лидер, как бы формальный лидер партии Яблоко. Все. Митрохин фактически везде и всюду выступает Митрохин от лица партии. Кто такой Явлинский? Ну, ушедший в небытие политик. То есть, Сергей Сергеевич, не демонизируем ли мы сегодня Явлинского? То есть, не ставим ли его вот на такой пьедестал серьезный, на котором он и не стоит? И все его эти высказывания, как любые другие, целый ряд политиков постоянно наш слух теребят вот подобными там гнилыми текстами. Вот. И что? И мы что на них должны реагировать? Безусловно, Явлинский один как фигура здесь. Ну, не то чтобы совершенно ни при чем, но это всего лишь часть этого явления. И вы сами говорите о том, что есть целый ряд политиков, которые дергают нас и бередят своими гнилыми текстами. Именно в них и находится проблема. Ведь это, по сути, что такое? Это пропаганда. Нам пропагандирует то, что приведет нас, самих, к серьезным проблемам. Но мы открытая страна, мы даем право всем выступать и говорить. Интернет открыт. Пожалуйста, пускай говорят. Ну, в этом-то и проблема нашей страны. Что у нас, наверное, единственная из развитых стран в мире, где действительно есть свобода слова. У нас по телевизору говорят такие вещи, что в Европе и в Америке, в Америке, наверное, дали бы уже вообще несколько пожизненных и еще плюс лет 200 дополнительно срока. Там у них немножечко другая система правосудия и там не частичное сложение, а полное. Поэтому в этом-то и есть проблема, что нам через средства массовой информации говорят то, что нам самим и повредит. И это никаким образом не фильтруется. Это и есть вызов сегодняшнего времени, что если раньше информации не хватало, там, время Советского Союза, там, 80-е, еще 70-е, человек шел в библиотеку для того, чтобы получить доступ к информации, да, ну, может быть, там, смотрел телевизор, ограниченное количество каналов, то сейчас проблема заключается совершенно в другом. Информации слишком много, и ее нужно отфильтровать. Непонятно, какая из них, из этой информации ложная, а какая правдивая. Сергей Сергеевич, давайте мы сейчас еще, у меня есть немного времени в передаче, и давайте мы с вами сегодня коснемся нашего президента Владимира Путина, потому что он на себя сегодня взял огромную ответственность. И как вы оцениваете его действия, как оценивают ее действия те же коммунисты? Послушаем сначала мерку, что потом будут ваши экспертизы. Давайте. Как бы я ни относился к Путину лично, скажу только, чтобы это было как бы более понятно, Путин не Сталин по одной простой причине. У него нет партии, практически полувоенизированной, ВКПБ, Советно-коммунистической партии большевиков. То есть, а если говорить грубо, то кадры решают все. Есть ли у Путина сегодня кадры для решения этих задач, которые он сам формулирует? Я их не вижу, потому что страна 20 с лишним лет, что и делала, усиленно уничтожала свою промышленность, а значит и кадры уничтожала. Как это будет выглядеть в реальности, то есть нельзя усидеть на двух стульях. Я считаю, что Путин должен освободить правительство и себя лично в зависимости от либералов российских принципиально. Потому что правительство Российской Федерации это практически на 90% правительство либералов. Хотим мы это признать? Не хотим. Я же знаю, откуда они все вышли. То есть, это все было на моих глазах. Ну, так впрячь в повозку коня и трепетную лань невозможно. Это будет нечто подобное. Поэтому сегодня он сделал очень много для утверждения, так скажем, госгосударственных монополий. Я беру крупнейшие нефтяные компании, концерны, даже «Газпром» тот же, это крупнейшая государственная корпорация. В них в госкапитализме выход. Китайцы это демонстрируют по полной программе. Ну, коротко скажите. Коротко. Создавать, не боясь, крупнейшие государственные корпорации. Ну, что он и начал делать. Да, провести чистку судов. Абсолютно он тоже правильно начал. Слияние судов – это всего лишь повод для их чистки. А теперь у него есть и сила для этого, да? Ну, у него есть и причина. Есть и причина. И повод почистить суды. Потому что они же у нас были бессмертные, так я их называю, судьи. Во-вторых, надо поменять же лицо права судей, оно абсолютно женское. Не может такого быть, что в стране в суде были 90%, наверное, одни женщины. Это, так скажем, выходит за грани допустимого. Хорошо, а по геополитике? По геополитике искать друзей и не бояться врагов. То есть вы приветствуете и в Индию поход, и в Китай? Абсолютно. Это то, что сегодня... И поступок по Крыму приветствуете. А поступок по Крыму я приветствую крымчан, которые сами решили свою судьбу. Вот так, чтобы телезрителю было понятно, это тексты коммуниста. И его предложение президенту ориентация на государственный коммунизм и определенная такая перезагрузка в судах, в опоре на либералов. Вот позиция Александра Александровича Меркушева. Вот сейчас мы услышим Сергея Сергеевича Пирожникова. Что касается моего мнения, Владимир Владимирович Путин, он всенародный избранный президент. У него есть опыт, у него есть доступ к той информации, которой нет у меня. И мне трудно публично обсуждать его действия, потому как я считаю, что я не являюсь экспертом в этом вопросе. Я могу высказывать лишь свое личное мнение. То есть давайте оградим ваши тексты от партии, да? Вот вы это предлагаете. Ну в том числе я согласен с тем, что влияние тех, кого сегодня в обществе называют либералами, хотя таковыми они по форме вполне возможны и не являются. От них, безусловно, нужно очищать влияние на государство. Что касается перезагрузки судов, прекрасный тезис, но каким образом это сделать? Где найти сотни, тысячи кристально честных людей, которые вдруг все бы изменили, начали бы судить по-новому. Сан Саныч предложил брать оттуда женщин и туда направить мужчин, квотировать по половому признаку суд. Ну, позиция Сан Саныча, она мне известна. Он традиционно, когда мы в законодательном собрании утверждаем мировых судей, а это главным образом женщины, он всегда голосует против всех женщин. Его позиция принципиальна, ее можно разделять, ее можно не разделять. Я лично считаю, что действительно определенный дисбаланс у нас в судебной системе есть. А в везде, а в школах не так? И в школах есть. Ну, против этого... А в медицине? Против этого очень трудно бороться, и нужно ли против этого бороться, это вопрос в моменте времени. Это же все, к этому есть определенные предпосылки, которые, лишь изменив их на протяжении длительного периода времени, может что-то поменяться. Сергей Сергеевич, спасибо большое. Сегодня у нас в студии работал депутат законодательного собрания, представитель партии ЛДПР Сергей Сергеевич Пирожников. Спасибо. Спасибо. До свидания. А в рубрике «Карелия. Лучшее» мы поговорим о карельской выпечке. Есть такая карельская выпечка с характерным названием «Калитка». Это, друзья, бренд Карелии. Если турист посетил нашу землю, а калитку не попробовал, то он выбросил деньги на ветер. У нас есть приговор такой. Карел, кору ел. Действительно, так и было. Только не кору, а под корок сосны, такую древесную мучицу. Земледелие у нас критичное, и мука очень ценилась карелами. Пекли калитки только по праздникам, пекли их из ржаной муки, а в начинку преимущественно закладывали пшено. Масло на них не жалели, и соединение пшена, ржаной выпечки, масло, все это залитое желтком яйца создавало неповторимый вкус. Древний русич и карел ели с аппетитом калитку, и этот вкус осчастливливал их жизнь, помогал с новыми силами просыпаться на следующий день и противостоять северной стихии. Ведь финно-угоры и русские жили бок о бок по всему северу России, вплоть до Москвы. Москва – это же карельское слово. Ва – по-угорски это вода. Река Москва – это финский топоник. Карелия – лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова